Как сэкономить 10, а то и 15 миллионов гривен? Очень просто потратить 300 миллионов. Непонятно? Ну а для депутатов Одесского городского совета такой финансовый круговорот более чем логичный. Здравствуйте, это проект Развод по Одесске и в этом выпуске мы расскажем об одной из самых долгоиграющих афер мэрии. Новая европейская мэрия – это один из самых дорогостоящих разводов от депутатов Одесского городского совета. 4 августа 2016 года здание бывшего завода «Краян» продают за 4 миллиона гривен. А уже в сентябре этого же года новый владелец предложил его Одесской мэрии за 185 миллионов гривен. Увеличенная стоимость в 50 раз совсем не смутила мэра Одессы Геннадия Труханова. И операция купли-продажи состоялась уже в декабре 2016-го. Многомиллионная афера Одесской мэрии облетела всю Украину и привлекла внимание Национального антикоррупционного бюро, а также народных депутатов. Ведь речь идет в первую очередь о деньгах одесситов. Это ваши деньги, которые вы платите, свои зарплаты, ваши податки. Они вы используются ваших детей, ваших внуков, ваших бойцов. Нардеп Украины Светлана Залещук приехала из Киева увидеть своими глазами, за что одесситы заплатили из своего кармана. Но ей это не удалось. Я маю посвятку народного депутата, за законом я, небето, маю право пройти, но, конечно, он сказал, что он этого не допустит. Я мера сегодня спросила, я сказала, давайте вместе поедемо, вы мне покажете, в каком состоянии находится это помещение. Так же журналистам, адже вы никогда его не показали, несмотря на то, что оно належит громаде. И он сказал, давайте сначала будильники зайдут, а потом я покажу. То есть, реально боятся показать, в каком состоянии за такие деньги было куплено это помещение. Здание долгое время бесхозно простаивало, отчего его состояние явно не улучшилось. Ее не только купили за надто дешево, еще и продали за надто дорого, потому что в таком жахливом состоянии, в каком она есть, за такие деньги не купуется. Это косметический ремонт. Если подойти до той будильной третьей, которая под баннером, поднять тот баннер, посмотреть, там такие трещины, что тут палец можно засунуть. В таком состоянии были и эти будильники. Они очень долго стояли без векон. Однако увеличение цены на 180 миллионов гривен оправдали поверхностным ремонтом здания и обустройством парковки. Последнее действительно заслуживает внимания, потому что стоянка возле краяна уже через полгода после ремонта стала двухъярусной. Ну а на парковке возле будущей мэрии мы останавливаться не советуем, так как есть риск провалиться под землю. Если после ремонта ценой, по-видимому, в 180 миллионов гривен образовываются такие дыры, то чего же ждать дальше? На реставрацию внутренних помещений хотят потратить минимум 200 миллионов гривен. То есть это уже порядка 400 миллионов гривен вместе со стоимостью самого здания. Дальше нужно будет оснастить эти помещения. А во сколько нулей обойдется эта процедура, пока неизвестно. И все это для того, чтобы сберечь в бюджете Одессы 10-15 миллионов гривен в год. Несложно посчитать, что первые плоды этой странной экономии мы увидим не раньше, чем через 30-40 лет. А вот тут стоит вспомнить, что здание края настроили в советские времена, и многие его ровесники уже находятся в аварийном состоянии. Что же будет с новой мэрией спустя десятки лет? Вполне вероятно, что к этому времени в Горсовете появится законопроект о покупке нового помещения. Вот такая хитрая схема. Но если вы подумали, что это финал аферы под названием «Европейская мэрия», то вы глубоко ошибаетесь. Ведь то, о чем говорилось ранее, это только цветочки. Это, на жаль, не завершение коррупционной схемы, а только ее начаток. Потому что, кроме того, что вкрадено 180 миллионов из бюджета, по факту, далее планируют вкрасить еще деньги на то, чтобы теперь это отремонтировать. После этого сюда переселят чиновников, которые сейчас занимают место в историческом центре. И после этого начнется самая смак эта афера, когда начнут продавать исторические строения в центре, которые сейчас не могут продавать, потому что там находятся чиновники. Переселить планируют примерно 40 органов исполнительной власти, которые находятся по 35 адресам. Большая часть в лакомых местах. Совсем недалеко от мэрии, по адресу Дерибасовская, 8, располагается одно из зданий, которое хотят освободить от исполнительных органов. В нем располагается служба по делам детей и другие городские структуры. Идем дальше по Дерибасовской. Минуя оперный театр, встречаем еще одного претендента на переселение. Департамент экологии и развития рекреационных зон тоже переедет. А вот кому после этого достанется здание в самом центре города, остается только догадываться. В результате, потратив из бюджета сотни миллионов гривен, город приобретает новую мэрию по соседству с кладбищем, тюрьмой и разрухой. Все структуры переедут в менее доступную для населения часть города, а порядка 35 домов, большая часть из которых находится в историческом центре города, продадут или сдадут в долгосрочную аренду. Вот так одной подписью провернули долгоиграющую аферу с многомиллионной прибылью. Если вы попались на обман мошенников или стали свидетелем того, как работают аферисты, обращайтесь в нашу программу. Мы расскажем вашу историю и, возможно, даже остановим преступника. Меня зовут Ирина Рогозянская и это проект «Развод по Одесски». Увидимся через неделю. Продолжение следует...